Я снова тут и продолжается постройка племеней, дверей в наш холл и дальнейшую же... Я думаю, вот есть места, которые я хотел бы перестроить, вот эти вот места, пожалуй, отменю, вот такая вот стена, да, сам проход и думаю, да, все нормально. Тут аналогичная ситуация и уже тут вот копаю и, пожалуй, туда вот тут еще сниму слой, так, а почему тут двери нет? Пиола у нас постоянно чем-то недовольна, но по-нужному у нее легкая боль из-за шрама, но это, думаю, мелочи, хочу спать вместе с рен и еда на земле, господи, постоянно есть что-то не так, постоянно чем-то недовольна. Давайте построим ТОЛ-1А2, потому что в будущем я планирую здесь хотя бы две кроватки разместить. То есть буквально на следующий день она пристает совершенно вручать и мы сможем ее приручить. И можете не писать мне в комментариях, я знаю то, что в горы, где толстый слой стен, долбиться вообще нежелательно, потому что там могут быть шики, но я думаю, с ними я найду способ бороться. Есть у меня пару идей, как можно этого избежать и как можно им противостоять. И думаю, с ними все будет замечательно и умопомрачительно. Я думаю, что он нас так долго изучает наш рекан, наш изучение, может быть дело в том, что находится он снаружи и думаю, может быть, как-то это комментировать действие, разместив хотя бы его где-нибудь в здании. Хотя бы его просто банально переставить вот сюда вот, скажем. И это тоже переставить. Так, пельмень, знаешь, что мы с тобой сделаем? Мы с тобой строители и шахтеры на троечку поставим, а фермера и садовника на единичку. Сначала все выкопаем, а потом уже будем сеять. Это все потому, что скоро зима и я боюсь, что в принципе, мне этого не хватит на зиму. Хотя зима, я знаю, что зима короткая, будет в этом регионе и, возможно, в принципе, не будет, потому что все время будет плюсовая температура. Но я не хочу рисковать, потому что мало ли что может случиться и может произойти всякое. Вот. И не хочу в этом рисковать. Теперь все у тебя хорошо? Да, никакого дебафа нету. И смотрим, как это звучит. Не сказать то, что быстро, кстати, максимальная скорость. Не сказать, что это самое быстрое, но зайдет. У меня прилетел сейчас выращивание еды. Думаю, сейчас область просто приказы собрать всю область будет. Пельмень, чем быстрее ты это сделаешь, чем быстрее освободишься. А, все, у нее 0. И вербовать. Вербуй. И я думаю, если ты ее будешь вербовать, то разговаривать. Я думаю, в скором времени, если вербовка произойдет... Так, вербовка. Агрессивные животные сейчас подойдут. Я сейчас хочу посмотреть, что закончится у нас. Ага, ничем. Смотрим. Белка. Белка, белка, белка. Пожалуй, перейдем в режим. Садим сюда. Посмотрим, как она будет реагировать. А, все, ну и все. Ты сначала тушь разделай, а потом уже занимайся с делами. Агрессивные животные, белка. Агрессивная белка, да? Какой сон на холоде, что он? Простите. Че тут 20 градусов? 14. Ты не в холодильнике спишь, чувак. Тут не холодно. А 38 тут? Тут 38, у тебя же тут 36. В принципе, ты должен на жаре вообще спать, да? Я не совсем понимаю, у него... А, с фермера свободно двоечки стоит. Давай ты относить будешь вкус. Ну, в Иркуте, ура! Это замечательно, это очень замечательно. Так, все, это теперь пел, это твоя комната, забиваясь за тобой. Сейчас я вот так вот сделаю даже. Мы сделаем эту кровать для пельменя. Задачи кровать пельмень. Вот это вот пельмешка сейчас разберет. Пельмень разберет рай. И построим здесь двойную кровать. Вот таким вот образом. Применем быстрее только. Тем быстрее ты построишь, тем быстрее собоедешься. Работа. Так, у нас теперь новый работник появился. И мы ставим ей такой же... Все то же самое, что и у остальных. И смотрим так. Пациент, она на четверочку. Отдых. Четверочка, работа. Отдых, троечка, работа. Четверочка, животновод. Четверочка у всех. Охотник, четверочка. Кузнец, четверочка. Это четверочка. Ремесленник, четверочка. Носильник, носильщик будешь. И уборщик. Так, я тебя могу отпускать. И ремесленник, потому что ремесленник нам нужен. И пока обработка из камня. Так, задание. В принципе, отпускаем. И пускать занимаются. Так, замечательно. Только у тебя вот кровать. Назначить кровать Ричан. И Павло. Фух, ура. Теперь настрою поселенцев. И по-хорошему ей нужен какое-нибудь оружие. И у тебя тут даже есть оружие. Я думаю, вот таким вот образом сейчас эту область всю убрать. Построить посадки. Вот таким вот образом. Думаю, мне пока больших посадок не нужно. И растение поставить то же самое клубнику. Потому что, думаю, у меня такой большой фермы за глазах хватает. Грузовые контейнеры. Новый рект вот это я знаю. Грузовые контейнеры. Это нужно перейти к месту. У нас кожа носорога. В принципе, с Кайдей. Я думаю, ничего с этого не будет. Так, теперь нужно расстроить проекты. Для начала нужно будет построить защиту из гранитной плитки. Я знаю то, что я сейчас не занимаюсь защитой базы. И пока я думаю, в этом особой такой надобности нету. Потому что на меня пока никто не нападает. И особой ценности у меня базы не имеет. Но пока есть возможность, я буду строиться, расстраивать базу. И так, нужно построить копию стула. Таким вот образом. Чтобы могло сидеть сразу три поселенца. Так, пельмень. У тебя есть очень важное задание. Копать. Потому что у нас не хватает места для того, чтобы хранить все эти ресурсы. И мы таким образом можем увеличить нашу область. Апиола занимается у нас тем временем нашим замечательным темным, как туда-сюда сносение. Из-за того, что тут у нас 26 градусов, они могут испортиться. Они охлаждены 12 дней, в принципе. Ну, этого за глаза хватит. Единственный минус у нас, здесь тропечка не работает. Можем видеть, после пожара тут уже почти все заросло травой и начали расти новые деревья. Поэтому, насчет пожаров особо я волноваться не буду. Потому что они будут расти и расти и никуда не денутся. Как и говорил, когда больше народу, даже если было бы один пельмени, и теперь стало больше народу, это гораздо легче и проще оптимизировать. То есть идет какая-никакая оптимизация процесса. То есть работать намного проще. И тем самым облегчается работа. Пожалуй, я сейчас временно скажу делать блюд бесконечное множество. Потому что это поможет, во-первых, склад уменьшить. А, привет. Они общаются? Да, ладно, прикольно. Что вам здесь не общалось, я не знаю. И мне нравилось это. А, это типа комната пельменя. Ну ладно. Пельменя уже начал заниматься обустройством базы. Я, пожалуй, ему назначу выравнивать поверхность. Потому что вот эти вот бугорки не очень хорошо влияют на настроение наших клонистов. И что и будет являться не очень хорошо. А даже вот такие вот стены, если можно посмотреть, приносят плюс к один, если они будут выровнены. Ну как он у нас выровняет, конечно же. Если сейчас я ему назначу выровнять. Это происходит не очень быстро, это скорее долго. Но это стоит того, потому что мы можем видеть, оно приносит нам плюс целых две единицы, в отличие от обычных, даже тех же самых гранитных стен, плюс две единицы, к общему счастью населения. Поэтому выгоднее скорее очищать, нежели строить новые сцены. Поэтому я и ставил так, что здесь с тем фактом, что мне придется не новый строить, а защищать старые. Козла сходит с ума. Класс. Я раз за горную козу. И придется нам троим мобилизация. Ах ты засранец, засранец, засранец. А какой? Замечательно. Так, ты лечи себя сам. А, уже начал с вами лечение. И, а ты отдыхай до выздоровления. А ты... Нет, не спать. Разделай тушу. Потому что у тебя вообще огнестрел должен быть. Да, огнестрел. Ладно. Надеюсь, пуля прошла на вылет, и ничего страшного не случилось. У тебя что? Ушиб, уши, трещина. Вообще на изи. То есть сама вытревает. Сейчас нужно поискать немножко лишь травы, чтобы было чем лечиться. Временно отменю проект, чтобы он начал долбить уже все направлено в первую хотя бы комнату. Чтобы хотя бы у нас одна комната была готова. И я прикажу ему выровнять стены, чтобы ему уже был доступ к электричеству. Чтобы хотя бы один провод нам прокинуть. И назначу я его как раз таки на постройку больше. На строительство ему единичку поставлю. Я думаю, после того, как здесь у нас будет выкопана комната, здесь я замучу импровизированный складик, и перенести надо будет все вещи именно сюда. Потому что здесь как-то они находятся в шаговой доступности. Тут сюда хотя бы перенести ценные вещи, типа стали, досок, серебра и компонентов. Думаю, и медикаменты можно. Так, я понял, ты будешь копать очень долго, поэтому, пожалуй, я тебе построю. Верну твои приоритеты, построю шахтера. Больше приоритета, чтобы ты выкопал себе комнату и жил уже здесь. Все, он у нас выкопал комнату. Пусть дальше продолжает у нас строительство, потому что строительство это очень важно. Поставим здесь лампу. И также прикажем ему сейчас выровнять всю эту поверхность. А после выравнивания всех этих поверхностей, ему нужно будет... Так, это у нас будет, скажем, не знаю, чья кровать, но лампушку я здесь разберу. Тут можно уже строить дверь, скажем, из мрамора, потому что дверь из мрамора имеет меньшую прочность, но, тем не менее, она также является очень эффективной. И сейчас посмотрим, какие у него будут дебафы, при этом по нуждам. Хотя, в принципе, его все устраивает. Да. Очень низкие ожидания, блаженство. У нас Химтополева приехала, и, пожалуй, его тоже заберем. Грызовой шторм. Где он у нас? Вот, в принципе... Так. Я так понимаю, это будет снова пожар, который нас выгорит большую часть. Поэтому, пожалуй, я сделаю вот таким вот образом. Хотя... То есть, я хочу... Хотел бы сделать вот такую вот область себе. И на тот случай, если пожар задумает идти. Главное, потом не забыть это убрать. Ребята, я думаю, вы мне напомните об этом. Если пожар захочет нам сюда идти, то мы его оперативно уберем. Я понимаю то, что у нас дела идут очень долго, потому что пельмень должен все это выровнять на поверхность, а не построить заново. Хотя, постройка заново будет идти гораздо быстрее. Но, тем не менее, это будет приносить больше уют, нежели чем обычно. Я, по-моему, это уже говорил. Какие у тебя навык готовки? В кулинарии 5-й 6-й. Да, думаю, до шестерочки ты не скоро прокачаешься, но тем не менее. И поставить себя делать до X. Встрять до 6-ти, потому что у нас 3 колониста, на колониста 2 блюда в день. И пусть он занимается исследованиями. Также ему нужно будет, наверное, здесь построить лампочку. Чтобы он смог изучать при свете, а не просто так. Ну, и как говорил, огонь начинает распространяться. Вот такую вот область он уже выкупал. И так как у нас как это плохо, как области, это очень плохо, ребят. Давайте подорвитесь и начните тушить пожар. Я знаю то, что у нас пиола не умеет в принципе тушить, но тем не менее. Так. И вот мы видим то, что у нас идет спиди. 44 года новый колонист, что нам полезно будет. И за ним гонится всего один человек. И думаю, предложим укрытие, укрытие ему. И сохранимся на всякий случай. Вдруг что? Так, спиди, кто ты такой? Нужды у тебя? Угу, понятно. Позвоночник, больная спина это в принципе плохо. Движение минус 30, работа минус 10. Это очень плохо. Думаю, как-то с этим справимся. И по навыку у тебя дальний бой 0, единичка. Очень плохо. Растеневод ты хороший. Это хорошо. Искусство и медицинное общение. В принципе, нормальный колонист для нашего племени, потому что растеневод нам нужен. То есть, тот, кто будет заниматься нашими поседовыми. И в свободное время пусть он занимается у нас искусством. В принципе, нормально. Только он не сможет защищать. Нам нужно будет сейчас соорудить банально приготовиться к тому, чтобы защищаться. Пока спиди, беги сюда. Думаю, ты и так знаешь об этом. По ограничениям мы тебе поставим такие же, как у всех. А по приоритетам, приоритетам, что же, так, фермер. Фермер, ты не на единичку. Тогда с нашего пельменя мы все это убираем на четверочку. Такого приоритета у нас нет. Ремесленник, ты не какущий. Ученый, ты не какущий. Кузнец тоже. В принципе все. А ты еще можешь надзирать, в принципе, тоже у тебя неплохо. И пожаром тоже тушить не можешь. Ну, беги сюда. У нас для тебя оружия никакого нету. Это плохо. Так, налет, да, я знаю, то, что налет. и что-то у тебя, у тебя винтовочка, а дробовик у тебя, замечательно. И что у тебя по здоровью, у тебя все замечательно. Если у нас получится его захватить, будет классно. Если нет, так нет. Спиди, беги сюда. Думаю, вам пока, так, вам троним, нужно встать сюда, потому что у нас больше нету. Места, где у нас можно защищаться. Так, ты иди сюда, ты иди сюда, и ты иди сюда. С временем спиди, пусть бежит сюда. И сейчас мы такой тактикой его завалим. Надеюсь на это. Так, мы убили его. В принципе, это неплохо, но плохо. Мертв, мы его не сможем раздеть. Так, пельмени, возьми винтовку. И труп нам нужно будет куда-нибудь деть. Пожалуй, я сделаю уже крематорий себе. Думаю, от этого хуже никому не будет. Он обычно у меня идет 5 на 5, то есть там поместится минимум немного трупов. Сейчас пока у нас пельмени с Ричи будут заниматься тушением пожаров. Думаю, сегодня будет разгружечный день, потому что они всю ночь занимались по мечам. Спиди. А, меч и подковы. Ну, меч и подковы. начать заниматься посадками уже целенаправленно, то есть для начала это одновременно поможет улучшить навык нашего спиди и одновременно поможет нам заработать денег. каким образом я планирую вообще заниматься производством наркотических изделий, например, дымолиста или что-нибудь подобие. Думаю, вот это вот местечко на меня пригодится, скажем, 11 на 11, и тут мы будем выразствовать дымолист, потому что у нас в спиди именно навык четверочка, и он сможет таким образом себе прокачать навык. и нужно будет уже строить хотя бы первоначальный киллбокс, то есть я планирую сделать постройку с гранита, с гранита много, надеюсь на это, а, то есть не хватает даже на такую стену, ну, так, нам придется сейчас, пока я данный проект запрещу, для начала построим мебель стул, стул, и тут мы построим, сделать стены из гранита в приоритете, чтобы пиола этим занималась, и Ричан плюс возьмет наш длинный лук, ты замарывался, ой, придурок, я смотрю, тебе вроде делать нечего, ты зачем себя замарывал, придурок, выкапывайся, ой, идиот, ну, ничего бывает, с кем не бывает, взял и замарывал себя, давай я пиолу поставлю уборщиком на двоечку, потому что нам сейчас нужен и носильщика тоже надо, потому что ремесло ему сейчас нужно делать в приоритете, желательно из гранита, потому что гранитом будет гранит самый прочный материал в игре, который можно использовать, а пельменю сейчас назначу выравнивать поверхность вот здесь вот, чтобы уже кабель я смог провести нормально, и чтобы освещалось комнатой пельменя, мертвование ура, это очень классно, как тут я делаю с посевами, в принципе, ты справляешься, и это не может не радовать, арень прибывается к населению, ну, пускай прибивается, я что я теперь сделаю, прибился, прибился, по развлечениям, по-хорошему, сделать бельярный стол, но у нас ткани, мне кажется, не хватит, хотя, хватает ткани, кожи носорога у нас дофига, а, тебе просто ткань нужна, боже, я забыл, то, что нам и саму ткань нужно выращивать, то есть, то есть, вот здесь у нас будет, скажем, 10 на 10 области демолиста, так, это объединяется, это плохо, выращивается наш демолист, дальше я делаю вот такую вот посадочку, 11 на 10 хлопчатника, потому что хлопчатник нам будет давать ткань, да, все замечательно, тут у нас растет демолист, тут хлопчатник, да, все замечательно, а также я сделаю сейчас вот такую вот новую ферму, и тут запрещу, запрещу тут сеять, чтобы они вырыли то, ну, точнее, у нас спиди вырыл то, что здесь находится,